Минута молчания и возложение цветов. Футбольный турнир с патриотическим уклоном прошел в Одинцове. Он посвящен памяти воина-интернационалиста Эдуарда Кшнякина. И вот уже 17-й турнир мы проводим в честь этого замечательного человека, в прошлом, спортсмена, активиста, общественника, который строил, так сказать, какие-то плоскостные сооружения на стадионе. Скорость, мощный удар. Сам Эдуард Кшнякин был хоккеистом, неоднократный чемпион муниципалитета, поддерживал дворовые виды спорта. И вот очередной футбольный турнир, как благодарность за его труды. Такое наследие не только спортивное, но и патриотическое. Потому что эти турниры происходят в честь памяти воина, участника афганских событий Эдуарда Кшнякина. И всегда мы начинаем этот турнир, вспоминая о нем. Он был тренером, настоящим тренером. За звание победителя боролись 8 команд. 4 взрослые и столько же детских. Пошла тройка, пошел треугольный контакт. Вперед, Максим, вперед, вперед, вперед! Макару Колесниченко 8 лет, из них половину занимается футболом. На этот раз нападающий, но может играть и в защите, говорит соперник сильный. Я очень активен на поле и надо играть всегда в команде. Тогда больше будет голов, и мы все выиграем, все вместе. Мы команда. А как сейчас игра идет? Какой счет? 3-2 мы выиграем. Альберт Фарахов 8 лет только начал играть в футбол. Не упускает ни одной возможности выйти на поле. Я вот только вылечился от травмы и снова на футбол. Не боитесь новую травму получить? Нет, футбол стоит того. Первые игры в обеих возрастных категориях завершились со счетом 3-3. Победители определили по итогам серии пенальти. К слову, на таких соревнованиях победа не самое главное. Посмотрите, он как дети радуется. Поэтому я думаю, что и взрослым наблюдать за своими детьми, и нам играть тоже очень приятно. И поэтому таких турниров должно быть побольше, я считаю. Футбольный сезон в муниципалитете только начался. Уже прошли первые игры чемпионата округа. Впрочем, самые интересные матчи еще впереди. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова